Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Сейчас в отделении реанимации находится 11 таких человечков, решивших, что пора уже рождаться, несмотря на прогнозы врачей. Именно новейшие методики по выхаживанию и доращиванию новорожденных, появившихся на свет задолго до положенного срока и имеющих массу тела при рождении порою 700 граммов, высокий профессионализм медицинских специалистов центра и наличие современного реанимационного оборудования позволяют сегодня спасать жизни тысячам белых лепестков, которые при правильном уходе и заботе медиков впоследствии ничем не отличаются от своих ровесников. Так получается у нас определенные часы выделены для мам, которые находятся здесь в центре. То есть мама находится в послеродном отделении с 3 часов до 4 они общаются со своими новорожденными. Мамы приходят сюда с отделением, моют руки, получают информацию от своего лечащего доктора. После этого они общаются со своим новорожденным. Поют песенки, разговаривают, просто успокаивают. Просто даже те слова, которые, малыш, мы тебя все дома ждем, тебя ждет сестренка, папа, мама, это хорошо. Она прибавляется, убавляется, да. Есть колыбельные, которые индивидуально мама с папой записывают именно своему ребенку. А есть та, которую можно включать каждому для наших детей. Нынешние встречи счастливых родителей с акушерами, и гинекологами, неонатологами, педиатрами и психологами, поставшие уже добрые традиции, в очередной раз доказала, недоношенных детей успешно выхаживают изобайкальские медики. По статистике, ежегодно пациентами отделения реанимации и интенсивной терапии изобайкальского краевого перинатального центра становится порядка 500 таких новорожденных. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для ZAPNFO.ru Продолжение следует...